Аудиотека древнеиндийской литературы Мокша-дхарма Деяние Шуки Йогический и атеистический текст с примесью фольклора и шиваистской мистики Читает Петр Филин Юдхиштхира сказал Как праведный Вьяса породил великого подвижника Шуку Достегшего высшего совершенства Расскажи мне, прадед В чьей утробе зачал Шуку великий подвижник Вьяса Ведь мы не знаем ни родительницы его, ни начала Махатмы Как он еще мальчик К сокровенному знанию прилепился мыслью И почему нет иного, второго ему Равного в этом мире Об этом хочу, Махатма, подробно услышать Не насытится мое внимание Твоих слов превосходной Амритой О самообладании Махатмы Об осуществлении знания Шукой Об этом все сначала И по порядку расскажи мне, прадед Пхишма сказал Ни долголетием, ни сединой Ни богатством, ни родными Риши выполняют Дхарму Велик тот из нас, кто знает веды Подвиг, тапаз Есть корень того, о чем ты меня вопрошаешь, Пандава А тот подвиг осуществляется укрощением чувств И не иначе Умиротворением чувств Порог побеждается Несомненно Их победив Совершенство человек достигает Тысячи ашвамедг Сотни возлияний соми Неравны даже частицы плода йоги Сын мой Теперь расскажу тебе о рождении О плоде йоги О труднопознаваемом для несовершенных Начале жизни шуки Некогда На вершине Меру В лесу деревьев Кар-Никара Окруженный Страшной стаей нежити Гулял Махадева Некогда Там же была и дочь царя гор Деви Парвати Здесь же Кришна Двайпаяна Творил свой Великий подвиг Йогой в себя погруженный Полностью преданный закону йоги Удерживая Манос Творил подвиг Ради рождения сына Тот превосходный гуру Обладающий мощью огня Земли Воды Ветра И поднебесье Да будет сын у меня Владыка Так Говорил он Затем Труднодостижимый Для неподготовленных Высочайшей йогой Удовлетворил он Владыку богов Высшему подвигу Предаваясь Целых сто лет Простоял могучий Лишь воздухом Питаясь И возрадовал Махадеву Многоликого Супруга Умы Тут Брахмариши Все Раджариши Все Хранители Мира Праведники Вас Приблизились К Владыке Вселенной Так же Адитии Рудры Творец Ночи Творец Дня Васава Моруты Моря Реки Оба Ашвина Боги Гандхарвы Гандхарвы Нарада Спарваты Вишвы Васу Гандхарвы Совершенные И Апсары Здесь Сиял Как Светозарный Творец Ночи Махадева Рудра В венце Из Прекрасных Цветов Карникары В этом Приятном Дивном Лесу Среди Богов И Божественных Риши Ради Рождение Сына Преданный Высшей Йоге Стоял Непоколебимо Риши Не убывала В нем Сила Жизни Не Появлялась Слабость Так что Для трех Миров Это было Как чудо Подобно Языкам Огня Вальшванар Сияли Его Косы Преданный Йоге Казалось Пылал Неимоверно Сильный Владыка Маркандея Повествовал Мне Об этом Он Здесь О делах Богов Рассказывал Мне Постоянно Так Подвигом Пламенял Тогда Двайпаяна Кришна Цвета Огня Блистали Косы Махатмы Таким Благочестием И Умерщвлением Плоти Бхарата Махешвара Стался Доволен И В уме Положил Решение И Сказал Владыка Тот Сын Трех Матерей Триамбака Как бы С усмешкой Твой Сын Двайпаяна Такого Вида Будет Как Огонь Как Земля Как Вода Как Ветер И Как Тверть Таков Будет Твой Сын Великой Чистой Такой По сути С Таким Умом С Такой Решимостью С Таким Самосознанием С Такой Опорой Как Ты Просил Махабхараде В книге Умиротворение В книге Основа Освобождения Гласит 325 Глава Возникновение Шуки Глава 326 Пхишма Сказал Сын Сатьявати Вьяса Высочайший Дар Получив От Бога Быстро Схватив Орани Добыть Огонь Задумал Тогда Сияющую Своей Красотой Своим Великолепием Раджа Апсару По имени Кхритачи Увидал Владыка Риши Увидев Апсару Мгновенно Опьянен Был Камой О Юдхиштхира В том Лесу Владыка Риши Вьяса Увидав Что Сердце Вьясы Одурманил Кама Кхритачи Приблизилась Великий Раджа Превратившись В самку Попугая Он Глядел На ту Апсару Принявшую Иное Тело И Обуянной Плотской Страстью Проникшей Во все Члены С великой Стойкостью Увлечения Подавлял Тот Муни Но Вьясы Не было В силах Его Сдержать Оно Проникло В сердце И Возбужденное Красой Кхритачи Было То Что Было И Обуздать Его Стараясь С Усердием Добыть Огонь Пытался Муни Но Внезапно На Ране Его Изверглось Семя На Сердце Удержал Тот Лучший Из Броминов Дважды Рожденный Риши Продолжал Вертеть Орани Царь И Там Зачал Он Шуку Подвижник Светлое Семя Шукру Растер И Так Родил Он Шуку Попугая Из Лона Орани Возник Великий Йогин Величайший Риши Так При Жертвенном Действии С дров Сияет Агни Возносящие Возлияние Хавис В таком Образе Родился Шука Как бы Пламенея Силой Он Принял Вид Отца Высокий Цвет Его Каурава При своем Возникновении Он был Как бездымное Пламя Тот Огонь Превосходнейшая Река Ганга С Хребта Мэру Владыка Народа Придя В своем Образе Водой Поглотила А из Воздуха Каурава Пепел И шкура Черной Лани Упали Для Махат Мышуки На землю Владыка Раджи Тогда Запели Гандхарвы Заплясали Апсары Разносили Небесные Трубы Гремящие Звуки Вишвы Васу Гандхарвы Тумбуру Снорады Ха-ха И ху-ху Оба Гандхарва О рождении Шуки Все Ликовали Под Предводительством Шакры Туда Прибыли Хранители Мира Боги Божественные Риши Риши Брамины Всякие Дивные Цветы Дождем Рассыпали Моруты Весь Приходящий Мир Ликовал Сдвижущимся И Недвижимым Махатма Шива Со своей Божественной Пресветлой Подругой Новорожденного Сына Мудреца Ввел К Учителю По закону Шакра Владыка Богов Небесную Чудную Видом Дал Кружку Владыка Из Приязни Дал Божественные Одежды Тысячи Фламинго Болотных Птиц Стоперых Павлинов Попугай Все Все Заворонки Совершали Продакшину Бхарата От Арань Рожденный Многосияющий Достигнул Чудесного Рождения Там Обитал Премудрый Владея Собою Соблюдая Обеты Веды С их Разделами Дополнениями С самого Его Рождения В нем Утвердились Как и В его Отце Махараджа Он Избрал Брехаспати Знающего Веды Их Дополнения Толкования Для Наставления В Писании Он Махараджа Он Полностью Изучил Веды С их Разделами И Дополнениями Размышляя О Долге Равно И Древние Былины И Законы Для Раджи Владыка За Науку Дав Вознаграждение Гуру Возвратился Махатма Ужасающему Мершвлению Плоти Тот Брахмачарья Предался Усердно С Его Рождения Боги Риши Даже Великий Подвижник Вьяса Его Хвалили И Почитали Запознание И Тапас О Царь Народа Но Его Разум Не Удовлетворялся Тремя Ступенями Жизни Коренящимися Состоянии Домохозяина Он Взирал На Основу Освобождения Так Святой Махабхарати В книге Умиротворения В книге Основа Освобождения Гласит 326-я Глава Происхождение Шуки Глава 327-я Пхишма Сказал Размышляя Об Освобождении Пришел К отцу Шука Приветствовав Родителя Шука Преисполненный Добронравия Ради Блага Молвил В основах Освобождения Искушенный Да Скажет Мне Владыка Как Высшее Удовлетворение Владыка В моем Сердце Может Возникнуть Выслушав Слово Сына Высочайший Риши Молвил Сын Изучай Освобождение Высшие Его Уставы По указанию Отца Шука Лучший Носитель Дхармы Усвоил Полностью Писание Йоги Также Учение Капилы Бхарата Ивьяса Решил Что Сын Преисполненный Великолепие Брамина Высшей Силой Равной Брами Постиг Йогу Теперь Иди К Джанаке Владыке Медхилы Тебе Скажет О цели Освобождение Владыка Медхилы О царь Честной Медхилу Искушен Законе Для него Совершаю Жертвы Что Тот Скажет Нужно Исполнить Не Сомневаясь С С Таким Наставлением Праведный Муни Шука Отправился В Медхилу Шел По земле Пешком Способный По воздуху Переноситься Шел Через Горы Переправлялся Через Потоки Реки Озера Через Леса И Заросли Кишащие Разным Свирепым Зверьем Пробирался Область Двух Гор Меру И Хари Область Химавата Постепенно Пройдя Он Достиг Страны Бхаратов Разные Земли Видел Область Китайцев Гунов А в Страну Арьяварту Пришел Тут Великий Муни Следуя Слову Отца К нему Свою Мысль Направляя Он Завершил Свой Путь Странствуя В небе Как Птица Приятные Города Цветущие Деревни Цветные Одежды Он Видел И Вместе С тем Не Видел Отрадные Сады Святые Храмы Полные Сокровищ Он Встречал По Дороге И В скором Времени Шука Прибыл В Ведохийскую Землю Хранимую Махатмой Праведным Раджей Джанакой Он Видел Там Много Деревень Водой Богатых Пищей Землю Цветущие Пастушьи Хутора Пасущихся Коров Стада Богатые Поля Пшеницы Риса Водились Гуси Разная Другая Водяная Птица На Тысячах Озер Прекрасных Лотосами Зарош Так Он Пришел Через Видеху Страну Счастливого Народа И Сладостных Садов Медхилы Достиг Благополучно Слунов Коней Повозок Толпами Мужчин И Женщин Полный Город Он Видел Будто Бы Не Видя Через Посад Он Шел Не Отвлекаясь Он Размышлял О цели Храня На сердце Эту Ношу Так Ад Манурадея Мирный Он Проходил Через Медхилу К Вратам Ее Кремля Приблизясь Он Через Них Хотел Пройти Без Колебания Но Там Превратники Его Задержали Угрозой Тогда Не Гневаясь Остановился Шука Ожидая Он Не Страдал Страдая От Жары Томимый Голодом И Жаждой Он Не Слабел Не Засыпал Не Прятался От Зноя Наконец Один Из Тех Превратников Глядя На Шуку Стоящего Недвижно Как В зените Солнце Устыдился Преклонясь И Сложив Руки Он Почтил Его По Устал И Тогда Пропустил Во Второй Пояс Княжеского Чердога Сынок Шука Там Сел Размышляя Об Освобождении На Прохладу И Зной Одинаково Взирая Равно Великолепный Так Как бы Через Мгновенье Княжесоветник К нему Подошел Сложив Руки И Провел Его В Третий Пояс Царского Чердога Затем В Примыкающую К женской Половине Чердога Обширную Подобную Саду Куберы Превосходную Увеселительную Рощу Разделенную Ручьями Лужайками С приятными Цветущими Деревьями Советник Ввел Шуку Затем Предложив Ему Сиденье Удалился Тогда Прибежали Девушки Чудесно Одетые Прекрасно Бедры С нежными Членами И приветливым Взором Блистающие Золотыми Украшениями Носящие Широкобедрые Девушки Их было С пол Сотни Принеся Воду Для ног И прочее По обряду Высшими Знаками Они Его Почтили Соответствующими Времени Года Сладкими Яствами Его Напитали А после Его Трапезы Сынок Примыкающую К внутреннему Чертогу Отрадную Пленительную Рощу Не стали Ему Показывать Пхарад Напевая Смеясь Играя По всеми Уголкам От одного К другому Водили Женщины Поистине Знающие Толк Возвышенном Его Тогда Окружили Но Сын Апсары Очистивший Себя Неувлеченный Плотью Выполняющий Своё Дело Владеющий Чувствами Победивший Гнев Не гневался Не восторгался Дивное Ложе Украшенное Самоцветами Достойное Бога Засланное Великолепными Коврами Те Превосходные Женщины Ему Предложили Совершив Омовение Ног Шука Вечерний Обряд Исполнил Затем Опустился На сиденье И Размышлял Всё О той Же Своей Цели Так На сиденье Первую часть Ночи Провёл Предаваясь Углублённому Размышлению В середину О, Бхарата! Так в Святой Махабхарате, в книге «Умиротворение», в книге «Основа освобождения» гласит 327 глава «Деяния Шуки». Глава 328 Бхишма сказал Затем тот царь Джанака вместе с советниками Бхарата Со всеми обитательницами внутреннего чертога Предшествуемые пурахитами-жрецами Выслав вперед сиденье и разные самоцветы К сыну своего гуру приблизился На голове неся дары гостю Он предложил сиденье Самоцветами украшенное богато Очень мягкое Усланное превосходными коврами Царь из рук домашнего жреца пурахита Его принял и предложил сыну Кришны Шуки Тем оказав высочайшую почесть Потом, когда опустился на сиденье сын гуру Почтил его царь согласно уставу Предложил воду для омовения ног Корову и превосходные дары передал гостю Тот почести, сопровождаемые мантрами Принял по уставу Превосходный Брамин Принял эту честь от Джанаки Корову и полагающиеся по уставу дары Принял от Раджи О неизменном благополучии Раджи Расспросил присветлый Шука Также о здоровье его домочадцев О, владыка Раджи По просьбе Шуки Царь и его приближенные Пустились на мягкие сиденья Потомок великого и благого рода Раджи, сидя на земле, сложив руки Тот царь в неприходящем благополучии Расспросил сына Вьясы Зачем ты пришел? Так спросил землеохранитель Шука сказал Отец мой сказал Благо тебе Свободен Знаю цель и основу освобождения Князь Видахи Знаменитый Джанака Он хозяин Совершаемых мною Жертвоприношений Отправляйся туда поскорее Если у тебя в сердце есть сомнения Разрешать нужно то, что смущает Тот царь разрешит твое сомнение Итак, по указу отца тебя вопрошать сюда я прибыл На это лучшие из блюстителей долга Дхармы Мне досконально соизволь ответить В чем суть освобождения? Как должен поступать Брамин для его достижения? Как оно здесь достигается? Знанием или тапасом? Умерщвлением плоти Джанака сказал Как должен здесь поступать Брамин Начиная с рождения Об этом внемли? Получив посвящение от учителя Нужно, сынок, усердно изучать веды Совершая тапас Почитая учителя Жить послушником владыка Безропотно воздавать свой долг Богам и предкам Выучив прилежно веды Принеся учителю мзду Дакшину С его дозволения Да возвратится домой дважды рожденный Возвратясь, да живет хозяином Своей женой довольный Безропотный Да хранит он огонь по уставу После рождения сыновей и внуков Да поселится он отшельником В пуще Там по закону огонь почитая Да будет приветлив гостю В лесу знающий дхарму Да примет в себя огонь по уставу Без противоречий Свободный от страсти Да живет он Браминской ступени жизни Шука сказал Когда утвердится знание Его осуществление Виджнана И будут изгнаны надежно Противоречия из сердца Нужно ли тогда соблюдать закон На трех ступенях жизни Об этом я вопрошаю владыку Благоволит разъяснить мне Эта владыка Сообразно сущности вет Скажи об этом Царь народа Джанака сказал Без знания Его осуществления Не может быть освобождения А без помощи гуру Нельзя достичь познания Так считают Учителя кормчим А знания здесь кораблем называют Все постигнув Исполнив все Подлежащее совершению Переправясь Он может оставить И то, и другое Чтобы не раскололся мир Чтобы не распалась карма Древние исполняли закон Заключающийся В четырех ступенях жизни Так после многих рождений И дел постепенно Хорошие и дурные дела Покинул Достигает того Что здесь Именуется Освобождением Кто многими делами Пройдя через многие лона В самсаре Достигает самоочищения Тот может освободиться На первой ступени жизни Мудрец достигнув этого Видящий цель Освобожденный Стремящийся в запредельное Не нуждается В трех ступенях жизни Надо избегать Постоянной страсти И тьмы возникающих пороков Кто на пути Ясности Сатвы Утвердился Тот в себе Атмана Узрит Во всех существах Себя И все существа В себе Созерцая Он не загрязняется Внешним Как не намокает Водяная птица Как птица Снизу взлетая Достигает Беспредельного Ввыси Так покидая тело Освобожденный И свободный От противоречий Достигает Умиротворения Выслушай песнь Что некогда спел Здесь Раджа Яти Сынок Ее запоминают Дважды рожденные Сведущие В законах Освобождения Ватма не свет Нигде больше Он во всех существах Одинаков Себя самое Созерцать Способно Полностью Самоуглубленное Сознание Тот Кого никто Не боится И кто не боится Никого другого Кто не желает Не ненавидит Тот Вступает В Брахму Кто ни в каком существе Ничего нечистого Не вызывает Делом Словом Мыслью Тот Вступает В Брахму Кто приобщается Атману В сердце И устраняет Ослепляющую Зависть Кто покидает Вожделение Заблуждение Тот Вкушает Состояние Брахму Кто Слушали Смотряли Бывает Равным Ко всем Существам От двойственности Свободной Тот Вступает В Брахму Кто На похвалу И порицание Одинаково Взирает На счастье Несчастье На золото Железо Приятное Неприятное Тот Вступает В Брахму Кто На целесообразное Неселесообразное На зной Холод На жизни Смерть Одинаково Смотрит Тот Вступает В Брахму Как Неселесообразное Великий Великий Муни Я Обладаю Этим Дивным Знанием Оттого И про Тебя Мне Все Известно Превосходно Превосходно Пришел Без таких усилий нельзя достичь запредельного брахма. Для тебя нет счастья-несчастья, У тебя нет жадности к предметам, Не возбуждается в тебе страсть, Ты не находишь удовольствия в пении, пляске, Родственными узами ты не связан, К страшному нет у тебя страха. Я вижу, равный для тебя ком земли, золото, камень, О, причастный великой доле! Я вижу, да и другие мудрецы видят, Что ты достигни гибельной, безболезненной, высочайшей дороги. Каков здесь плод для Брамина? Какова цель освобождения? Ты в этом наставлен, Брамин. Зачем еще тебе спрашивать нужно? Так, святой Махабхарати В книге «Умиротворение», В книге «Основа освобождения» Гласит 328-я глава Деяния Шуки Глава 328-я глава Пхишма сказал Совершенный, выслушав это слово, принял решение, Утвердив себя в атмане, Атмана в себе созерцая, Исполнив подлежащее выполнению, Счастливый, умиротворенный, Голову подняв, удалился молча, На вершину снежной горы он вознесся, Подобно вихрю. В это самое время Нарада, божественной Риши, Отправился посетить Химоват, радости полный, Населенный совершенными Божественными странниками И тысячами кинаров, Хороводами поющих Апсар, Разными птицами населенный, Бхрин-гараджами, Тресогузками, Пестрыми фазанами, Нырками, Сотнями многоцветных павлинов, Ке-ке кричащих, Чёрными кукушками, Стаями царственных фламинго, Здесь постоянно прибывают Царь птиц Гаруда И четыре мирохранителя Бога. Сон Мэриши Туда постоянно сходится на совет, Желая блага миру. Здесь Махатма-Вишну Ради рождения сына Совершал умерщвление плоти. Здесь же в детстве Посрамил небожителей Кумара-Сканда. Троиственный мир, Желая унизить, Копьё воткнул в землю И всему миру, Бросая вызов, Сканда сказал Такое презрительное слово. Если И есть лучше меня кто-либо, Больший друг Браминов, Если есть кто-нибудь, Превосходящий меня В Браминстве и отваге, Пусть тот Выдернет моё копьё Или хотя бы его поколеблет. Этому вняв, Взволновались миры. Кому Такое будет под силу? Тогда Владыка-Вишну, Увидав, Что весь сон Богов Взволнован Чувствами, Мыслями, Что Вместе с Ракшасами Ассурами Весь он Поруган Стал Размышлять, Какое Благое Дело Совершить Здесь Нужно. Не вынесши Такого Поруганья, Он взглянул На сына Павоки И За склонённое Копьё Ухватился Духовно Чистый. Пурушоттама Потряс Его Левой Рукою. Когда Поколебал Копьё Могучий Вишну, Вся Земля Задрожала С её Скалами, Рощами, Лесами. Мог Бы Вырвать Копьё, Но Лишь Поколебал Его Всемогущий. Щадил Царственность Сканды Державный Владыка Вишну. Поколебав То Копьё, Прахраде Владыка Молвил. Вишну, Силу Кумары, Такого Никто Другой Не Сможет Сделать. Прахраде, Разгневанный Этим Словом, Решил Копьё Исторгнуть И Тогда Его Ухватил, Но Поколебать Не Был В Силах. И Спустив В мощный Рёв Он На вершины Горы Ничком Повалился. Сын Хиранья Кашипу, Трепеща, Упал На землю. По склону Царя Гор Химавата Сторону Севера Направясь Там Совершал Постоянно Трудно Выполнимое Умерщвление Плоти Быка Знамённой. Пылающим Очистительным Огнём Окружена Его Обитель. Гора, Называемая Солнечной, Очень Трудно Достижима Для Совершенных. И Акши, Ракшисы, Данавы Туда Не Могут Проникнуть. Она Кольцом Пылающего Огня Окружена В Десять Йоджин Шириною. Могучий Владыка Павока Там Самолично Пребывает, Ото Всего Охраняя Премудрого Махадеву. Божественных Тысячу Лет Богова Поляя Стоял На одной Ноге Многообетный Махадева. На Восточной Стороне Химавата Царя Гор Поселился. На Пустынном Склоне Горы Премудрый Сын Парашары Великий Подвижник. В Яса Преподал Веды Ученикам Великий Подвижник. Причастному Великой Доли Суманту Вальшам Паяну Много Познавшему Джаймине Подвижнику Паэле, Где, Окруженный Учениками, Всегда Воседал Богатый Подвигом В Яса. То Высокое Место Мирную Обитель Отца Увидел Духовно Чистый Аронея, Небесному Творцу Света Подобный. Тогда И В Яса Увидел Приближающегося Сына, Окруженного Сиянием, Творцу Дня Подобно. Невзирая На деревья, Скалы, Другие Предметы, Как спущенная С тетивы Стрела Неуклонно Стремился Погруженный В Йогу Махатма. Сын Арани В ноги Отцу Сперва Поклонился И других Приветствовал По уставу Великой Муни. Затем Отцу Передал Досконально Шука, Радуясь Сердцем Свою Беседу С царем Джанакой. Так, Наставляя В ведах Учеников Мягучего Сына В Яса, Сын Порошары, Великий Муни Пребывал На хребте Химавата. Однажды Ученики К нему Приступили, Погруженному В изучение Вед Умиротворенному Победившему Чувства К подвижнику, Утвержденному В ведах В их Дополнениях И сказали Учителю В Ясе, Сложив Молитве На руки. Ученики Сказали Причастные Услышав Нам был Нам был Предоставлен Дар Великий Риши Пусть Только мы Достигнем Славы Без Шестого Ученика Окажи Нам Такую Милость Нас У тебя Четыре Ученика Пятый Сын Гуру Пусть Веды Останутся Известными Только Здесь Такого Дара Просим Выслушав Слово Учеников Знающий Сущности Цель Вед В Яса Рожденный Порошарой Мудрый Размышляющий О цели Потустороннего Мира Праведник Сказал Ученикам Закономерное Слово Приносящее Благо Всегда Нужно Сообщать Слово Брамы И Брамину Желающему Слышать Желающему Достичь Непоколебимой Обители В мире Брамы Да Будет Вас Много Да Распространят Советы Их Нельзя Сообщать Ученику Не хранящему Обеты Не стремящемуся К совершенству Все эти качества Ученика Вы должны знать Досконально Ни в коем случае Нельзя Неосмотрительно Давать знания Как чистое Золото Испытывается Накалом Разрезанием Трением Опробный камень Так Так Нужно Рассмотреть Ученика Его Происхождение И другие Свойства Не Понуждайте Учеников К Недостойному И опасному Делу Плодоношение Соответствует Разумению Учению Учению Знанию Каждому Нужно Одолевать Препятствия И каждому Увидеть Благо Веды Нужно Передавать Всем Четырем Варнам И первым Делом Браминам Таков Устав Об изучении Вед По Преданию Это Считается Великим Долгом Для Хвалы Богам Самосущий Здесь Создал Веды Кто В заблуждении Оскорбит Изучившего Веды Брамина Тот За презрение К Брамину Сам Несомненно Погибнет Если Неправедны Будет Произносить Веды И кто Неправедно Будет Вопрошать О Ведах Из тех Двух Первый Погибнет А второй Станет Ненавистным Этим Все Сказано О законе Изучения Писаний Помогайте Своим Ученикам Да Будет Это У вас В сердце Так Святой Махабхарати В книге Умиротворения В книге Основа Освобождения Гласит 329-я Глава Деяния Шуки Глава 330-я Бхишма Сказал Это Слово Учителя Услышав Превосходные Ученики В яс и В сердечной Радости Обняв Друг Друг Сказали Что Для Настоящего И будущего Нам Сказал Владыка Запечатлелось В наших Сердцах Мы Это Исполним Побеседовав Между Собою Они Весьма Довольные Сердцем Снова К учителю Обратились Искушенные В слове С горы На равнину Мы хотим Идти Великий Муни Для Распространения Вет Если тебе Угодно Владыка Слово Учеников Услышав Владыка Сын Порошары В ответ Сказал Слово Способствующее Закону Пользе Благу Вы Можете Идти На землю Или В мир Богов Как Вам Угодно Не Будьте Женеродивы Спешите Возвещать Слово Бравы С Разрешение Того Праведного Гуру Совершив Продакшену Они Отправились Радостно Поклонившись В ясе В ноги Затем Спустившись На равнину Жертвоприношение С участием Четырех Жрецов Они Учинили И Совершили Его Для Певцов Кшатриев И Вайшев Радостно Домохозяевами Они Жили Чтимые Браминами Постоянно Святые Прославленные В мире Родели О принесении Жертв Для других Изучали Писание Когда Ученики С горы Спустились В ясов Вместе С сыном Мудрые Предавшись Глубокому Раздумью Молча Одиноко Сидели Великий Подвижник Народа Посетил Их Обитель В добрый Час Ласково Звучащим Голосом Он им Молвил Эй 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 Брахмариши Рода Васиштхи Не слышно Здесь Слово Брамы Один Предаваясь Глубокому Раздумью Чего Ты Сидишь Будто Сновидец Не Процветает Эта Гора Не Озвученная Словом Брамы Будто Во мгле И пыли Здесь Утоплен Сома Гора Не Сияет Как Прежде Будто В Жилище Дикарей Превратилась Боги Риши Ее Посещали Но С тех Пор Не Звучит Здесь Слово Брамы Великолепные Риши Боги Гандхарвы Пишасы Звуков Веды Здесь Не Блистают Как Прежде Вняв Слово Народы Кришна Двайпая Намолвил Великий Риши То Что Ты Сказал Постигший Слово Веды Соответствует И Моей Мысли Все То Что Изволил Сказать Владыка Везде Любознательный Всеведущий Всезрящий Твоя Мысль Объемлет Все Что В Трех Мирах Происходит Так Поведай Певец Риши Позор Позор Для Брамин Позор Для Страны Пришельцы Для Женщины Позор Любопытство Нужно Чтобы Ты Изучал Веды Вместе С Твоим Мудрым Сыном Тьму Вызванную Ракшасами Наводящими Страх Развей Словом Брамы Бхишма Сказал Вняв Слову Нарады Знающий Высшую Дхарму Вьяса Твердо Хранящий Обет Изучения Вед Да Будет Так Обрадованный Молвил И Начал Изучение Вед Вместе С Сыном Шукой Как Бы Наполняя Мир Правильно Произнесенных Слов Звучанием Когда Те Оба Занимались Изучением Вед И Совершали Различные Обряды Подумал Буйный Ветер Возникший Из Морского Вихря Теперь Не Следует Изучать Сказал Вьяса Останавливая Сына Тот Немедленно Прекратил Преисполненный Любознательности Шука Спросил Отца Брамин Откуда Поднялся Ветер Поведать Мне Соизволь Владыка О ветре Все Досконально Услыхав Это слово Шуки Вьяса Чрезвычайно Поразился Такому Равнодушию К прекращению Изучения Вет И сказал Такое Слово Стали Дивными Твои Очи В самом Существе Не запятнано Твое Сердце Ты покинул Раджес И Тамас И Утвердился В сатве Как в зеркале Видят Своё Отражение Так и Ты Сам Себя Видишь Восприми В себя Веды И на них Направь Свой Разум Идущий По дороге Богов Достигает Вишну Но Темна Дорога Предков Этими Двумя Путями Небесным И дальним Идут После Смерти На Земле И В Поднебесье Где Веют Ветры Если Семь Дорог О них От Меня Научись По Порядку Здесь Живут Сонмы Богов Садхья Великих Существ Много Сильных В них Был Сын По Имени Самана Трудно Оборный Его Сын Был Удано А Утого Появился Сын Вьяна Нужно Знать От Этого Апана Затем От Того Прана Бездятным Был Прана Труднооборный Врагов Утеснитель Дела Дела Каждого Из Них По Отдельности Я Расскажу Тебе Особо И Досконально Всех Живых Вообще Каждого В Отдельности Приводит В Движение Вращающийся Ветер Живые Существа Вдыхают А А потому Вдох Называется Прана Гонителем Праваха Называют Первый Ветер По Первому Пути Гонящий Скопление Облаков Возникших Из Тумана И Зноя В Поднебесье Скопляющий Влагу Ярко Блистающий В Грозовых Тучах Возникает Второй Ветер Воющий Рокочущий По имени Аваха Приносящий Ветер Всегда Возносящий Звезды Месяц И другие Светила Внутри Тел Восходящий Мудрые Называют Восходящим Удано Ветер Который Который Из Четырех Океанов Черпает Воду И Вознеся Воду Отдает Ее В Поднебесье Тучам Который С Тучами Перемешав Воду Отдает Ее Парджинь Это Третий По имени Вздувающий Удвоха Всюду Проникающий Буйный Ветер Сгоняющий Много Разрозненных Облаков Их Уносящий Проливает Дождь Нагромоздив Сначала Тучу Их Сталкивает И Разбивает Вызывая Грохот Грома От Охранения От Зноя Они Становятся Дождевой Тучей На Воздушных Колесниц Он Тех Могучих Марутов Носит Четвертый Ветер По имени Изгонитель Сам Ваха Рушит Облачные Горы Тот Вихревой Воющий Сухой Крушащий Облачные Горы Ветер Тот С которым Несутся Грозовые Тучи Бурно Возникающий Обрушивающийся Громом С неба Пятый Ураганный Ветер Называется Разгонитель Виваха Тот Который Растекшуюся В пространстве Воду Носит И Прибывает С огна Вместе Чистые Воды Небесной Ганги Тот Тот Что Издалека В один Луч Соединяет Солнце Лона Тысячи Лучей Озаряющих Носительницу Сокровищ Землю Который Который Напоит Утрачивающего И наращивающего Свой Диск Сому Это Шестой По имени Вращающий Париваха Победный Ветер Тот Ветер Что в свое Время Похищает Жизненные Токи Праны Всех Носителей Жизни Тот Чею Колеей Движутся Оба Смерть И Сын Вивасвана Яма Тот Который Взирающих Очами Мудрости Размышляющих О внутреннем Атмане Умиротворенных Родяющих Об изучении Писаний По размышлении К бессмертию Предуготовляет Тот Что при наступлении Конца света Приносит В вихре Десять тысяч Сыновей Владыки Существ Дакши Тот Что некогда Возникшую Тварю Носит Без Возврата По имени Запредельно Уносящий Параваха Дерховный Трудно Одолим Тот Ветер Таковы Эти Чрезвычайно Удивительные Ветры Сын Диди Безуста Левеют Они Все Поддерживая Всюду Проникая Великое Чудо Что Эту Высокую Гору Внезапно Поколебал Тот Чрезвычайно Могучий Ветер Этот ветер Дыхание Вишну Когда Быстро Вздымаясь Он налетает Внезапно Мир Трепещет Поэтому Знающие Брамины Не повторяют Веды При слишком Сильном Ветре Сказанное На ветер Слово Брамы Терпит Урон Ибо Говоривший Боялся Такое Слово Закончив Сын Парашары Молвил Сказал Он Сыну Теперь Изучай И к Небесной Ганге Вознесся Так Святой Махабхараде В книге Умиротворения В книге Основа Освобождения Гласит 330 Глава Деяния Шуки Глава 331 Бхишма Сказал Этот Миг Одиночество Приблизился Нарада Чтобы Спросить О цели Вед Ревностный Изучавшего Писание Шуку Шука Увидев Приближающегося Девариши Нараду Сначала Подщил Его Дарами Подщил Так Как Об этом Сказано В законе Удовлетворенный Нарада Радостно Молвил Скажи Лучший Из дважды Рожденных Какой Теленочек Оказать Тебе Милость Услыхав Слово Нарады Шука Сказал Бхарарда Нарады 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 Сказал Нарады 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 Жизнь Нарады 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 От Привязанности Колеблется Разум Она Расставляет Сеть Заблуждений Попавший В сеть Заблуждений И здесь И в ином Мире Вкушает Страдания Всемирно Нужно Отрешаться От Влечений Гнева Желающему Достичь Блага Ведь на Погибель Блага Возникли Те Оба Постоянно Следует Оберегать От Гнева Подвиг От Самости Блаженства Знания От Гордыни Себя Ж От Заблуждения Благожелательность Есть Высший Долг Терпение Высшая Сила Знание Атмана Высшее Знание Но Нет Ничего Превыше Правды Благо Слова Правдивого Правда И говорит Благо Правда Для Существ Есть Высшее Благо Так Полагаю Кто Все Начинания Покинул Кто Без Собственности Без Мечтаний Тот Ученый Мудр Он Полностью Все Покинул Кто С чувствами Подчиненными Собственной Воле Здесь Странствует Среди Предметов Непривязанный Собранный Умиротворенный Неизменный Своим Или Несвоим Окруженный Кто Постегает Что Он Не Это Тот Освобождаясь Скоро Достигнет Запредельного Блаженства Никогда Ни с кем Не заговаривая Никого Не касаясь Ни на кого Не глядя Так Должен Со всеми Встречаться Муни Тогда Он Достигнет Высшего Блага Да Следует Он Путем Милосердия Ни одному Существу Вредить Он Не Должен Достигнув Такого Рождения Нельзя Разжигать Вражды Кому-либо От решения От собственности От надежды Полная Удовлетворенность Непоколебимость Качество Себя Постигшего И победившего Вот Что Называют Высшим Благом Сынок Покинь Собственность Покори Свои Чувства Пребывающий В бесскорбном Состоянии Ни здесь Ни в ином мире Будь отрешенным Не привязанный К притягательным Свойствам Направляйся Всегда К одной Цели Скоро Такой Брамин Достигает Непревосходимого Счастья Среди 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 Существ Радующихся Противоречием О единстве Радеет Муни Знаем Такой Насыщен Познанием Не скорбит Насыщенный Познанием Чистыми делами Достигают Божественного Смешанными Человеческого Рождения Они хорошими Принудительно Получают Рождение В лонах Животных Здесь Постоянно Теснимое Страданиями Рождение И смерти Существо Созревает В самсаре Как этого Ты Не разумеешь Неблагое Ты принимаешь За благо Непрочное За прочное Принимаешь Бесцельное Принимаешь За цель Как же Ты этого Не разумеешь Ты Опутан Многими Тобой С самим Рожденными Узами Заблуждения Как гусеница Сама Себя Плетает Как же Ты этого Не разумеешь Хватит Здесь С собственностью Возиться Бедами Собственность Чреват Гусеница Делая куколку Оплетается Тем Чем Она Обладает Привязанная К сынам Жен Домочадцам Погрязают Люди Как на Болотном Озере В топе Старый Лесной Сулон Погрязает Как Большая Сеть Вытаскивает Рыб Вверх На Сушу Так Увлекаемые Тенетами Привязанности Видят Люди Великое Горе Домочадцы Сыновья Жены Тело Все Ненадежно Все Чуждо Нестойко Что же Твое Доброе Зло Или Дело Если тебе Нужно Уходить По неволе Все покинув Бесцельно Зачем Ты привязываешься И не преследуешь Своей цели Без укрытия Без направления По нескончаемому Бездорожью Влеком И во тьму И дебри Как ты пойдешь Одинокий И когда ты Отправишься Никто тебя Сопровождать Не будет Только Благие Злые Дела Пойдут За тобой Уходящим Ведение Дело Чистоту Разнообразное Познание Ради Своей цели Тебе Нужно Преследовать Так Ты освободишься Преуспев В цели Страсть Которой Радуется Черни Узы Добродетельно Их разрезав Уходят Поступающие Дурно Их рассечь Не могут Есть Река Образы Ее Берега Отрешенность — попутный ветер Быстро на таком плоту можно пересечь реку Покинь праведность-неправедность Покинь правду-кривду Обеих правду и кривду отвергнув Покинь и то, чем ты их отвергнул Покинь тхарму в силу отрешенности от начинаний И кривду в силу отсутствия желаний Силой предельной решимости Разумом будхи правду и кривду постигни Покинь тот дом, где кости, балки, связки, перевязи Мясо, кровь, обмазка, кожа, обтяжка Зловонный дом, полный мочи и кала Осаждаемый тяжкими болезнями Подвержены старости, скорби Запыленный, непостоянный Покинь это бренное жилище Этот весь приходящий мир Подвижный и неподвижный, какое бывает Состоит из грубых сутей И Махана, утвержденного на высшем И Пятииндри, а также из Гун Тамаса, Раджеса и Сатва Таково семнадцати составное нагромождение Известное как проявленное природа Со всеми предметами чувств Здесь она как проявленное, непроявленное Известие Двадцати четырех составное это нагромождение Определяется как проявленное, непроявленное природа Связан этим всем человек Пуруша, так мысля, так же с триадой Должным, приятным, полезным Со счастьем, несчастьем, жизнью и смертью Кто-то досконально знает Тот возникновение и уход Постигает Узнавать нужно одно за другим По порядку Все подлежащее познаванию Что воспринимается чувствами Считается проявленной природой А непроявленное запредельно чувством По признакам ее постигает Когда укращены чувства Воплощенные, словно из ключа, утоляют жажду Пребывающий в атмане мир И пребывающего в мире атмана Он видит Сила прозревающего высшего и низшего Не гибнет Он созерцает все существа Везде и всегда Во всех состояниях Это корень познания Единение со всеми существами Нечестием нельзя достигнуть Лишь тот достигает Кто знанием отвратил Все бедствия Рожденные от заблуждений Не нарушается путь мира Сиянием разума в мире А безначальном и бесконечном существе Пребывающем в атмане Неприходящем Бездеятельным Безобразным Возвестил знающие святые ключи Владыка Слепленный заблуждением Слепленный заблуждением Марьевом счастья среди мучений Завлекается и всегда Пахтается своими собственными делами Будто мутовкой И связанный своими же делами Он вынужден рождаться Тяжко уязвимый Он в самсаре, как в колесе вертится А ты отвращайся от уз От дел Отвращайся Стань всезнающим Всепобеждающим Отвращенным от бывания Уже многие избегли новых сетей Уравновешенностью Силой умерщвления плоти Новых сетей избегнув Достигли совершенной праведности Начало неуязвимого блаженства Так, святой Махабхарати В книге умиротворения В книге основы освобождения Гласит 331 глава Беседа шуки и народы Глава 332 Нарада сказал Беспечальный, умиротворяющий Благой устав Предназначенный для уничтожения Скорби Получают успокоившие разум Будхи И получив Преуспевают в счастье Тысячам горестных состояний Сотням ужасающих состояний И за днев в день Подвергается заблудший Панди тоже Они не тревожат Поэтому ради уничтожения Нежелательного Выслушай от меня сказания Когда разум подчинен воле Достигается Достигается уничтожение Скорби Из-за связи с нежелательным И отказа от желательного Раджа Худоумные люди Связываются мирскими скорбями Когда побеждена Привязанность К предметам Не следует думать Об их свойствах Ибо кто на них Обращает внимание Не освобождается От уз влечения Нужно увидеть Порочность того К чему развивается Влечение Нужно видеть Как нежелательно Это влечение Тогда быстро Достигается Бесстрасти Кто сожалеет О прошлом Не достигает Ни пользы Ни славы Ни блага Ведь привязанностью К несуществующему Его Не вернуть человеку Гуны То сочетают Здесь все существа То вновь Разъединяют Одинокому Ж нет здесь Причины для скорби Об умершем Погибшем Об увиденном Ямой Скорбящий Скорбь Приумножает И скорбью И лишь Удваивает Несчастье Взирая на мир Перед ним Распростертый Мудрый Не станет Плакать Правильно На все Смотрящий Слез Не проливает Когда страданию Подвергается Тело Или манос Если нечем Помочь Так и думать Об этом Не нужно Способ устранить Страдания О нем Не думать Ведь думая Его не избегнешь А лишь Еще больше Расстраиваешь Сердечную скорбь Отгоняют По знаниям Телесную Зельем Насколько Ведуны Способны Негоже Уподобляться Младенцам Мимолетны Красота Юность Жизнь Здоровье Забота О вещах И дружеские Связи За них Цепляться Не следует Пандиту О горе С тех одного Весь народ Скорбеть Не может Пусть Тот Сам Противодействует Скорбе Если Видит Выход В жизни Страдание Преобладает Над удовольствием В этом Нет сомнений Влечение К чувственным Предметам От заблуждения Возникает А смерть Всегда Нежеланна Муж Полностью Покидающий Двоицу Несчастье Счастье Уходит В бесконечное Брахму Об этом Не скорбят Пандиты В беде Человек Покидает Пожитки Да и Хранить Их Нерадость Их Трудно Добыть Об утрате Нечего Думать Попеременно Человек Приходит То к тем То к иным Достаткам Несытыми Невежды Уходят И Удовлетворенными Пандиты Конец Всякого Богатства Потеря Конец Возвышения Падения Конец Сочетания Разлука Смерть Конец Жизни И нет Конца Жажде Удовлетворенность Есть Высшее Благо Поэтому Удовлетворенность Здесь Настоящее Богатство Так Смотрят Пандиты Мы Мимолетны Как миг И движемся Без остановки Но Раз И тела Наши Непостоянны То Что Считать Постоянным Кто Размышляя Об истинном Бытии В существах Запредельное Маносом Постигает Тот Не скорбит Когда Вынужден Уходить На высший Путь Он взирает Но Если он Еще не Присытился Желанным Если Еще Хлопочет То Смерть Его Ухватив Он носит Как Тигр Что На скот Нападает Итак Нужно Стремиться Найти Способ Полностью Освободиться От Бедствий Освобожденный Не скорбя Не предпринимая Начинаний Да будет Бесстрастен Касание Образа Вкуса Запаха Слова Богатый И бедный Не воспринимают Как-либо Различно До Сочетания Друг С другом Существа Неподвластны Страдания Нечего Значит Скорбеть При разлуке Прибывая В Прокрите Природе Суровостью Нужно Воздерживаться От Полового Общения И Чревоугодия Руки Ноги Нужно Сдерживать Глазом Глазы Слух Манасом Манасы Речь Обуздывают Познанием Следует Воздерживаться От Участия В Хвале Порицаний Кто Отрешенно Уходит Без Самомнения Тот Пандин Тот Счастлив Кто Сидит Своим Внутренним Я Довольный Безучастно Безжеланий Кто Странствует Самим Собою Тот Бывает Счастлив Так Святой Махабхарате В книге Умиротворения В книге Основа Освобождения Гласит Триста Тридцать Вторая Глава Бегство Шуки Глава Триста Тридцать Третья Тридцать Нужно Нужно Себя Оберегать Как Друга Ведь Болезни Телесные Душевные Пронзают Тело Как Остроразящие Стрелы Пущенные Из Тугого Лука Если Потрясенный Страстями Истомленный И желает Жизни Все же Вопреки Его Воле К погибели Влечется Тело Уплывают Безвозвратно Как воды Потока Дни И ночи Ущербляя Век Смертных Светлые Темные Полумесячные Непрестанно Сменяют Друг Друг С Рождение Смертных Они Нарастают Не Останавливаясь Ни На Мгновение Смена Счастья Несчастья Существ Приводит К старости Тот Одития Что Нестарея Восходит Заходит Снова И Снова У Дрожащих Существ Тайком Забирая Желанное Нежеланное Людям Неизбывно Уходят Ночь Кто Ищет Наслаждений Тот Их Получал бы Согласно Желанию Если бы Высшее Не сдерживало Плод Деятельности Человека Наслаждений Другие Сидят Недвижимы 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 Навья Недвижимы Болезненные Совершают Жертвы Богам Придаются Умерщвлению Плоти Рождаются У них Хоть и Выношенные Десять Месяцев Сыны Но Позор Для Рода Иные Родители Копят Богатство Зерном Хлебом И в роскоши Все же С добрыми Знаками У них Сыны Родятся Когда Друг с другом Встречаются В половом Общении Как несчастье Внезапно Проникнув Лона Развивается Зародыш Когда Угасла Жизнь Живущего Воплощенного Исторгнутый Из тела Его Зародыш Быстро В чужие Тела Через Мясо И слизь Проникает Сожженный В одном Теле Он Следующий Подвижный Или Неподвижный Проникает И гибнет С гибелью Этого Тела Будто К лодке Привязанная Лодка При Совокуплении Виной Лона Извергается Бессознательное Семя С каким Таким же Усилием Оно Становится Живым Зародышем По Размысли Об Этому Где Перевариваются Пища И питье Проглоченное Ядство В том же Чреве Развивается И Зародыш Почему 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 Он Не Переваривается Как Пища В Утробе Моча Кал Идут Своей Естественной Дорогой А в Удержании В Извержении Зародыша Не Видно Сознательной Воли Некоторые Плоды Рождаются Благополучно Выжимаясь Из Чрева Иные Подвергаются Гибели Когда Приходят Роды Таким Образом Кто Совокупляет Волоно Извергает Семя Получает Какое-то Потомство И снова В противоречии Погрязает При Зачатии Рождении На седьмом Девятом Месяце Или Десятом Скопляются Пять Сути Тела Они Распадаются По окончанию Жизни Нет Способов Поддержать Людей Это Несомненно Их Поражают Болезни Как охотники Мелкого Зверя Пораженные Болезнями Тратят Большие Средства Но Врачеватели Даже Стараясь Недугов Исцелить Не могут Да и Самих Целителей Хоть и Способных Опытных Сведущих Запасающих Корни Преследуют Болезни Будто Охотники Лань Настигают Хоть Люди Пьют Разные Маслянистые Снадоби Настой Их Ломает Старость Как Могучий Слон Деревья Кто же На земле Болезни Скотов Птиц Врачует Хищников Бродяг Злополучных Обычно Они Не болеют Даже Даже К свирепым Трудно Одолимым Царям Устрашающим Силой Надвигаясь Подступают Болезни Так Хищная Стая К быку Подступает Так Людей Затопленных Заблуждением Скорбью Быстро Без Предупреждения Бурный Поток Уносит Ни Богатством Ни Царственностью Ни Даже Ужасающим Умершвлением Плоти Воплощенные Связанные Слоном Своё Естество Изменить Не Могут И Жадные До Всего Не Умирали Б Не Старели Не Видели Бы Неприятного Коли Бых Стремление К Превосходству Было Плодотворным Все Выше И Выше Мирские Люди Стремятся Превзойти Друг Друга Стараются Сколько В силах Да Не Удаётся Им Это Опьянённых Властью Пьяных От Хмельных Напитков Вынуждены Почитать Трезвые Бесхитростные Богатыри При Исполненной Отваге От Иных Беды Сами Собой Отвращаются Незаметно У Других Ничего Не Видно Чтобы Им Принадлежало Великое Нисходство От Плодов Сматривается В связи С прошлыми Делами Иные В шелках А другие В лохмотьях Ходят Все Тянутся За Желанным А Колесницы До Гонцы В Немногих У кого Нет И одной Жены А у Кого Разных Жен Сотни Радуются Существа Противоречиях Жизни В Разброд Идут Люди Взирай На тот Иной Путь И тогда Здесь Ты Не Впадешь В Заблуждение Покинь Двоицу Должное Недолжное Покинь Правду Кривду Двоицу Правду И Кривду Покинув Покинь То Чем Ты Их Покину Так Возвещена Тебе Превосходной Риши Глубочайшая Тайна Ее Постигнув Боги Покинув Мир Смертных Взошли На Небо Бхишма Сказал Выслушав Слово Народы Премудрый Шука Весьма А Понятливый Размышляя В сердце Своем Не Нашел Решения Сыновья До Жены Великое Горе Великой Труд Постижения Знаний Какого Какого Вечная Вечная Битель Где Ничтожны Страдания Где Велика Удача Затем В своем Решительном Блаженнейшем Пути Поразмыслив Недолго А О Запредельном Пути Последний Выбор Праведника Постигнув Он Так Размышлял Как Мне Высочайшим Путем Пройти Беспечально Чтобы Опять Не Возвращаться В океан Различных Рождений Запредельного Бытия Желаю Откуда Они Возвращаются Снова Достигают Сердцем Достоверного Пути Все привязанности Отвергнув Пойду Туда Где Само Умиротворение Меня Встретит Негибнущее Неприходящее Где Пребуду Вечно Но Высшего Пути Нельзя Достичь Без Йоги И Пробужденному Не подобает Быть Связанным Делами Поэтому Утвердясь В Йоге Покинув Плотскую Обитель Став Ветром В огромное Сияние Солнца Проникнул Ведь Оно Не гибнет Как Из-за Сонма Богов Гибнет Сома Расплесканный Богами Он падает На землю И вновь Восходит Всегда Гибнет Сома И вновь Возрастает Зная Это Подобного Повторного Убывания И возрастания Не желаю А лучистое Солнце Озаряет Миры Могучими Лучами Никогда Не ущербляется Его диск Оно Дает Всему Силу И так Мне угодно Идти Пламенеющим Силой Там Землей Сторонами Солнце Солнце Данавами Данавами Без слабость Без слабости В книге В книге Умиротворение В книге Основа Освобождения Гласит 333-я Глава Бегство Шуки Глава 333-я Бхишма Бхишма Сказал Сын Вьясы Взойдя На отрок Горы Бхарата В пустынной Стране На горной Укромной Площадке Уселся Расположился Согласно Уставу Законодательных Писаний Все члены Начиная С ног Расположил В порядке Знающий Последовательный Порядок Тогда тот Познавший Обратясь Лицом К востоку Вскоре После Восхода Солнца Сел Как подобает При упражнениях Подобрав Руки И ноги Там Не летали Птицы Не было Шума Не открывалось Далекого Вида Здесь Мудрый Сын Вьясы Совершал Упражнения Йоги Тогда он Увидел Себя Отрешенным Ото всех Связей И Прозрев Запредельное То Смехом Своим Посмеялся Шука Для достижения Свобождения Утвердясь Снова В йоге Став Великим Владыкой Йоги Он Вознесся На воздух Совершив Милости Свет Милости Свет Свет Входящем По небу Святой Двигался Уверенно Как ветер Превосходного Брамина Величием Подобного Сыну Винаты Гаруди Все Все Существа Увидали Возносящегося Со скоростью Ветра Или Мысли Отчетливо Проникая Мыслью Во все Три мира Направлялся Он В дальний Путь Сияющий Подобно Огню Солнце Мысль Сосредоточенного На одном Устремленного Без страха Все Существа Подвижные Неподвижные Узрели Посильно Согласно Уставу Они Совершили Ему Поклонение А небожители Его Ливнем Цветов Водождились Неба Увидев его Поразились Гандхаровов И Апсар Вереницы Риши Совершенные Пришли В крайне Изумление Кто Это Тапасом Достигший Совершенства Ходящий В Поднебесе Распрямлено Его Тело Воздето Лицо Его Глаза Сияют Тогда Великий Праведник В трех Мирах Обретший Славу Безмолвно Шествуя Лицом Обратясь К востоку Направлялся К творцу Света Солнцу Ликующими Возгласами Как бы Наполнили Отовсюду Пространство Взирая На его Быстрый Полет Апсар Вереницы О, Раджа Были Потрясены Их Сердца Изумил Их Предельно Носящий Пять Коз Панча Чуда Так что Глаза Сюда Оно Приходит Как бы Освобожденное Свободное От желаний Тогда На горе По имени Малая Он Воздвигся Ее Урваши И Пурвачити Всегда Посещают Обе Они Крайним Изумлением Встретили Того Сына Брах Мариши Ах Как Само Углубился Разумом Изучая Веды Этот Дважды Рожденный В короткое Время На небосвод Он Зашел Как Месяц Послушанием Отцу Он достиг Такого Непревосходимого Разумения Благоговейно Преданный Отцу Возлюбленный Сын Отца Суровый Подвижник Как же Отец Не помышляющий Ни о чем Ином Его Мог Покинуть Слово Урваши Услышав Вполне Знающий Высшую Дхарму Шука Во все Стороны Глянул Как бы Приведенный Выступление В небосвод Землю Скалы Леса И рощи В озера Реки Тогда он Проникнул Взором На сына Двойпаяны Собравшись С большим Почтением Все Божества Взирали Сложив Руки Тогда Знающий Высшую Дхарму Шука Сказал им Такое Слово Если Отец Меня Будет Искать Так Восклицая Шука Отвечайте Тогда ему Все Разом Из любви Ко мне Это Благоволите Сделать Услышав Слово Шуки Все Стороны С их Лесами Морями Реками Скалами Ответили Ему Разом Как Ты Нас Просил Певец Пусть Так Будет На призывное Слово Отца Мы Ответим Так Святой Махабхарати В книге Умиротворение В книге Основа Освобождения Гласит Триста Тридцать Четвертая Глава Бегство Шуки Глава Триста Тридцать Пятая Бхишма Сказал Молвив Такое Слово Великий Риши Превеликий Подвижник Шука Пребывал В совершенстве Оставив Четыре Порока Восьмеричную Тьму Покинув Он Отбросил Пятеричные Страсти Раджас Затем Он Отбросил Исатву Это Было Как чудо Тогда В постоянном Бескачественном Лишенном Признаков Мести Утвердился Он В Брахму Как Бездымный Огонь Сияя Падал Огненный Дождь Стороны Стороны Небосвода Вспыхнули Пожаром Задрожала Земля В этом Мгновении Это Было Как чудо С деревьев Попадали Ветви С гор Покатились Утесы Раскололись Грохотом Хребты Химовато Как бы Раздираясь Не пылал Очистительный Огонь Не сияло Тысячи Лучистое Солнце Сколыхнулись Моря Озера Реки Пролил У Васова Дождем Вкусную Благовонную Воду Повеял Дивный Душистый Чистый Ветер Сотрогами Высящимися Дивно Читах Химоват И Меру Сходящиеся Две горы Белая И желтая Прекрасная Словно Из серебра И золота Бхарата Встой Оджин Шириной Длиной Высотою На северной Стороне Сияли Он Это Видел Затем С Бестрепетным Сердцем Вознесся Шука Тогда Вершины Обеих Гор Внезапно Раздвоились То было Как невиданное Чудо Махараджа А между Двух Отрогов Гор Он Проследовал Быстро Высочайшие Горы Ему Не Преграждали Дороги И Среди Небожителей Поднялся Великий Шум В небе Восклицали Гандхарвы Риши Те Что Пребывали На скалах Шуку Парящего Меж Раздавшихся Гор Увидал Свят Свят Отовсюду Шуку Ноги Брахм Деяния Его Сына Возгласом Шуку Его Долго Призывал Вьяс Отзвуки Призыва У отца Наполнили Три мира А Шуку Став Душою Всего Вездесущим Всезрящим Праведный Возгласом Бах Далеко Разносящимся Ответил Когда Выкрикнул Он Бхох Тот Односложный Возглас Откликнулся Весь Приходящий Мир Подвижный И неподвижный С тех Пор И поныне Если Выкрикнуто Призывный Возглас В горных Пещерах На горных Хребтах За Шуку Как некогда Они Отвечают Затем Показав Свою Власть В существах Исчез Шука Покинут Покинут Все Возгласа Возгласа Покинут Увидев Покинут Покинут Возгласа владыка шанкара сперва ободрив знаков махадева такое слово молвил двойпаяне кришне обуянному горем печалью о сыне подобного силы огню воде воздуху под небесе такого сына ты у меня просил когда-то затем с такими признаками у тебя родился сын силой твоего умерщвления плоти и по моей милости чистый обладающий силой брахма высшего пути он достигнул трудно достижимого для непобедившего чувства и даже для богов что же ты ним горюешь певец риш пока плещут моря пока стоят гор да то ли не погибнет слава твоя и твоего сына оцвет подобие твоего сына всегда и везде непреложно ты будешь по моей милости видеть в этом мире великий вадимый самим владыкой рудрой бхарата созерцая оцвет сына много возрадованный возвратился к себе тот муни так рождений также а пути шуки турб харата как ты просил я поведал тебя подробно некогда мне то рассказывал божественные риши народа раджа также в беседах великий йогин в ясо от слова до слова эту чистую быль касающиеся основы освобождения могша дхармы если усвоить стремящийся к покою то пойдет путем запредельным так святой махабхарате в книги умиротворение в книге основа освобождения гласит триста тридцать пятая глава бегство шуки и Продолжение следует...